Добрый вечер всем. Тысячу раз извиняюсь за опоздание. Это как раз хорошее вступление к нашему уроку. Что происходит, когда что-то вроде, само собой, понятное, не записано. Так, то есть я просто спуталась с временем завтрашнего урока, который начинается немножко позже, и очень извиняюсь перед всеми. То наш сегодняшний урок подготовлен, его тема – это подготовка к шабату и к праздникам. Значит, я думаю, что уже из моей вступительной фразы понятно, что первое, о чем я хочу говорить, это планировка. То есть нам кажется, что мы способны в уме держать все, что нужно сделать, миллионы деталей. И, в общем, мы женщины и люди, конечно, с прекрасной памятью и знающие все. И это вроде все из недели в неделю повторяется. И тем не менее, планировка очень-очень важна для того, чтобы вещи не оставались на последнюю минуту. Что я называю планировкой? Первое. Начнем с шабата. Там это проще и понятнее. Есть вещи, которые на шабат надо сделать. То есть, первое. На шабат всем нужны чистые вещи. Так. Второе. Все в семье должны выкупаться перед шабатом. Я сейчас говорю вещи, которые по-голохе нужно сделать к шабату. Так. Третье. Значит, нужно сварить. Если мы только не вегетарианцы, так в шабат по-голохе принято есть рыбу и мясо. Значит, мне нужно продумать какое-то рыбное и мясное блюдо и сварить их. Кроме того, это уже не важно, вегетарианцы или нет. Нужно сделать покупки к шабату. То есть, купить все, что понадобится. И если мы эти покупки, как во многих домах, делаем в пятницу днем, то потом готовка, она на таких нервах и с таким давлением, что неудивительно, что дома очень нервничают. Теперь нужно сготовить. Нужно хоть немного убрать квартиру. Там, где маленькие дети, я сильно подчеркиваю, хоть немного. Нужно сделать последние вещи перед шабатом, которые почему-то всегда выскакивают в последнюю минуту и занимают кучу времени. То есть, накрыть на стол, поставить плату. Большое спасибо. Поставить горячую воду, вскипятить воду, согреть всю еду, которую сварили заранее. Все вот эти вот последние вещи, всем кажется, что они отнимают буквально пять минут. Советую посмотреть по часам, сколько это все занимает. Теперь, кроме этого, можно делать еще кучу всяких вещей. Можно печь, так? Можно делать генеральную уборку, что я бы явно не делала к шабату, потому что вот после шабата опять придется делать генеральную уборку. Так, во всяком случае, в доме, в котором есть дети или есть гости. Нужно погладить те вещи, которые нуждаются в глажке. То есть, список у нас огромный. И это поразительно, как мы каждую неделю с этим всем справляемся. Но только я не вижу никакой нужды, чтобы это все делалось в четверг и пятницу. Скажем, после шабата нужно за всеми перестирать вещи, так? Нет никакой нужды, чтобы они в ящике лежали до следующего четверга или пятницы. Как мне недавно сказала одна женщина, когда я зашла в шабат, и вдруг увидела, что у детей нет одежды и не во что переодеться, потому что я не постирала на этой неделе шабатные вещи, мое ощущение было жутким. Я про себя подумала, что я ее понимаю. То есть, жуткое ощущение. Так, с другой стороны, у человека может выскочить из головы, потому что список, который я тут привела, он длиннючий. А поэтому я советую один раз и навсегда составить себе список всех работ, которые в нашем доме необходимо сделать к шабату. А после этого сесть и поделить этот список по дням. То есть, абсолютно ничего не случится от того, что я шабатные вещи перестираю в воскресенье и поглажу в понедельник две-три рубашки. Мне когда-то одна женщина рассказывала, что ее муж имел неприятную привычку заходить в пятницу домой и спрашивать, то есть не спрашивать, а говорить. Опять ничего на шабат не сделано. Она всякие раз смотрела по сторонам, и фраза звучала ужасно оскорбительно, потому что очень многое было сделано, так, и были вещи, которые надо было закончить. Но, значит, пока она в конце концов не поленилась спросить, а что тебе, дорогой, надо, чтобы было сделано. И он сказал, мне нужно, чтобы на шабат у меня была глаженная белая рубашка, потому что мне стыдно иначе идти в синагогу. Так она говорит, теперь я пятницу начинаю с того, что глажу ему рубашку, и он очень доволен. Так, во-первых, хорошо, что она выяснила, что ему мешало, и что она это делает. Но у меня всегда есть вопрос, почему нужно с этого начинать пятницу, так? Что бы случилось с этой глаженной рубашкой, если бы она тихо дожидалась с понедельника или вторника в шкафу шабата? То же самое. Самое позднее время для покупок на шабат – это четверг. Это уже позже нельзя, так? Потому что если я в пятницу должна стоять и дожидаться, чтобы мне принесли продукты, или самой бежать за продуктами, чтобы из них готовить, теперь, даже если мы большие любители свежего, то если мы в среду под вечер купим, и в четверг уже будет, уже будет гораздо удобнее. Еще один совет. Очень рекомендую варить в четверг, убирать в пятницу с утра, если у меня свободное утро в пятницу, если я работаю, другая история. Почему? Потому что если я уберу в четверг, то это я зря убирала. Это мне придется на шаббат в доме с детьми убирать по второму разу. А вот то, что я в четверг сготовила, оно прекрасно стоит и дожидается шабата в холодильнике. Теперь, обязанности должны быть поделены. То есть каждый знает, какова его доля в подготовке шабата. Скажем, у нас дома я готовлю 90% еды, но есть две вещи, что это обязанность моего мужа. Первый раз в несколько недель он делает домашним способом тхину. Мы ее не любим покупную. И я ее люблю именно так, как он готовит. И она прекрасно стоит в морозилке. То есть этот готовый салат. Мы его достаем. Это его. А второе, я честно признаюсь вслух, лентяйка, я ненавижу возиться с тем, чтобы снимать с филе кожу от рыбы. Это мужняя задача, которую мы тоже стараемся, чтобы он мог проделать раз в несколько недель. Так. После этого готовка моя. Так. Я могу попросить, сделай. Но, в принципе, остальное, так сказать, в готовке это мое. А вот покупки даже не знаю, с какого конца они делаются. Моя задача вовремя составить список, чтобы человек мог пойти и купить по этому списку. И мне очень помогает, если куплено заранее, потому что, если я вижу, что чего-то не хватает. Вон сейчас им шинат шмита. Были овощи, которых не хватало, невозможно. Или хватало, но не стоило покупать. Такого качества были эти овощи. Так я знаю, что это я не буду готовить. Я изменю программу и сделаю что-то другое. Раз нет этого, сделаем что-то вместо этого. Это когда не в последнюю секунду. И не на нервах. Теперь, само собой, что в доме, где есть дети с пяти, шести и дальше, у них уже могут быть какие-то постоянные обязанности. И мы все вместе дома готовимся к шабату. Я, например, после того, как все дети женились, выяснила для себя, что, оказывается, есть работа, про которую я давным-давно забыла. Что это такое накрывать стол? Я уже давным-давно не знала. Так? Что такое почистить обувь? Я давным-давно не знала. Так? И так далее. Так вот, есть какие-то вещи, которые можно полностью передоверить детям. и, соответственно, поощрять и премировать. Но это будет на их ответственность. Теперь, с точки зрения готовки. Когда мы были молодыми, я начинала с того, что возилась с наиболее сложными вещами заранее. Значит, а вот то, что было основное, скажем, потому что я у нас дома нельзя без рыбного и мясного, и кугеля, и чунта наша бата, это свято, 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 я оставляла на последний момент. И муж мне сделал замечание, которое я приняла полностью. Он мне сказал, смотри, ты не знаешь, как себя будут вести дети в пятницу. Ты не знаешь, что может в доме с детьми, дай бог, чтобы все были здоровы, но всегда могут быть сюрпризы. Мы все никогда не забудем, как за два часа до жабата у меня сынишка проглотил батарейки, вот эти кругленькие. Мне нужно было срочно нестись с ним в хадармию. Так, так же все, что муж обычно делал, естественно, отменилось. Слава богу, что успели вернуться на наш аббат. Или когда, скажем, в пятницу вырубили воду. Или свет, когда мы сегодня полностью на электричестве. Поэтому муж мне сказал, смотри, то, что у нас дома основные блюда, сготовь с четверга, пусть это уже стоит. Будет время поиграться, добавишь интересные салаты, добавишь что-то печеное, добавишь что-то, добавишь все. Мясо, рыба есть, есть шаббат по галахе. Так, что бы ни случилось, уже есть с чем сесть за стол. Я для себя это правило взяла навсегда, что, значит, сделать то, что без чего у нас дома шаббат не считается. Шаббатом первым. А потом будет время, будем радоваться шаббату. Теперь дополнительно моя шуточка, которую я думаю, что многие слышали во многих вариантах, но это совсем не шутка, женщины. Я всегда говорю, что в пятницу есть особые яйца рогара, его зовут еще один салатик, еще один пирог, еще один сорт мяса, главное, еще один. Этот яйца рогара начинает нам объяснять две вещи. Первое, что у шаббата не будет настоящего шаббатного вкуса, если это не будет сделано. Вот есть всего четыре салата, а вот этот салат, его же все любят больше всего. Или вот это блюдо и так далее. Второе его объяснение, что это пять минут поставить. Даже не о чем разговаривать, ты сама не заметишь. Так. Третье, что если ты это не успеешь, то потом будешь в шаббат ужасно сожалеть и так далее. Так. А на самом деле, этот яйца рогара, он жуткий обманщик, потому что, во-первых, это занимает не пять минут, а, скажем, двадцать пять минут. Разница между ними в пятницу очень существенная, иногда и целая часть. Во-вторых, прекрасно обошлись бы без этого, и никто бы не остался голодным. Так. В-третьих, когда ты, наконец, дойдешь до шаббата, тебе это будет так непринципиально. Так вот, я всеми, я это женщинам сказала уже много лет назад, мне все говорят, я каждый шаббат пытаюсь себе сказать, вот он, враг заходит в дверь, гони его в шею. И он умный, он проходит. Я в последнюю пятницу, значит, я решила поставить экспериментальное блюдо, про которое дочка мне сказала, что его, ребят, муж это страшно любит, она это у нас несколько раз делала, такой мучной кугель в чунт сам, который идет. Так. Дочка мне говорит, мама, ну это правда, всего несколько минут работы. Так. Значит, короче, я с этим заделась. Это чистая правда, что он сам это пару минут работы. Но нужно просеять муку и помыть посудину, в которой просеивали муку. Нужно помыть посуду после этого, оно довольно жирное. Нужна была, это большая порция, что она мне дала, разделить это на мешочки и сложить в морозилку. Я по часам посмотрела, 45 минут, довольно-таки в конце дня. Так. И спросила себя, окей, 35 лет жили без того, что ты готовила этот мучной кугель на шаббат. Ну, правда, он вкусный. Но почему его надо было начать делать так поздно перед шаббатом? А потом быть на нервах и в такой сумасшедшей гонке. Потому что это то, куда ведет этот яйца рара. Теперь, женщины, дорогие, мне уже кричать по пятницам не на кого. Мы с мужем молодая пара, все дети женаты. И когда внуки приезжают, я действительно, дети с внуками приезжают, готовлюсь заранее, потому что я знаю, что с того момента, что они зайдут в дом, у меня уже нормальной подготовки не будет. это, так? Но и когда мы остаемся сами или когда дети приезжают, в пятницу муж мне всегда много помогает, и, значит, кричать не на кого. Но как у меня из рук все летело, и как я мчалась, и как я нервничала в последний час. Вот, 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 зачем? Я себя потом спросила. Ну, вот зачем, скажи. Так? Так вот, давайте договоримся гнать его в шею и напоминать себе каждый раз, что, честное слово, шаббат состоится без этого. Все новые проекты в следующую пятницу заранее. Так? Там шакурный обед был. Кто? В последней неделе нельзя поэкспериментироваться. Экспериментально было бы... Все, что угодно. Кстати, вот это-то точно можно было сделать посреди недели, потому что оно может лежать два-три месяца в холодильнике, в морозилке замороженное. Прекрасно. Так? Но идея возникла в пятницу. Утром. И она показалась такой заманчивой. Что она от кишки начинала? Ну, начинки от кишки. Заворачиваются в нейлоновый мешочек и, значит, с дырочками в чум прямиком. Так. Действительно было вкусно. Но я еще раз повторяю. Когда я пыталась сделать баланс, явно не стоило заводиться в пятницу. Так вот, это основное про шаббат. То есть спланировать, поделить работу по дням недели, поделить роли. И когда мы организованно приходим, да, теперь, я рекомендую так, то, что у меня на этой неделе не получилось. В последний час уже даже крутые яички не варим. Да мы варим то из посуды, что еще осталось, принимаем душ, кричим на детей, и дети переодеваться тоже отнимает достаточно много времени. Если без крика получается замечательно, так, ну, не оставлять на последний час перед шаббатом, ничего, ради чего еще надо крутиться на кухне. Все готово на час раньше. По часам. Так, и если у меня в этот час возникает замечательная идея еще что-нибудь сделать в честь шаббата, не надо. Вот увидите, что просто накрыть на стол, даже скатертью под свечники поставить, душ принять, на плату все составить, подогреть, весь этот час разойдется, так, что даже незаметен. И дай Бог, чтобы его охватило. Что делать, если ребенок, ну, ребенку 9 лет, у него есть задание рвать бумагу на шаббатом в туалет. Вот он приходит в школу, кушает все, и начинает рвать бумагу. Он может рвать бумагу дома, до начала шаббата. Потому что то ему надо в туалет, то ему надо в дом, то ему надо в это. И постоянно такой, что ты награла бумагу? Да, да, я уже жду, ты награла бумагу? Папа сказал, пусть мне награла бумагу. Пусть он останется без бумаги. Говорю, что ты будешь делать? Говорит, я себе возьму тишу. Я говорю, а ему что ты дашь? Пусть так ходит. Я говорю, как он, может так ходить? Нет, он не на шаббат, не на будний день не может так ходить. Ну, может быть, ему от этого занятия дико скучно. И может, действительно проще на всех купить. Ты что, это не такое драгое? И я вам скажу, дети гораздо охотнее помогают, когда они чувствуют, что работа какая-то по-настоящему осмысленная, польза приносит. С каждым ребенком стоит поискать, что он охотно готов делать. И я слышу от женщин, что есть дети, которые очень любят красиво накрыть на стол. У нас дома ходила шуточка. Младший сын чистил всем обувь на шаббат. Так каждый раз кто-то вспоминал, что, слушай, ты чистишь вот еще эту пару с буднего дня, с того, пока он, в конце концов, мне младше не сказал. У нас, говорит, дома почисти одну пару обуви, получишь две. Нет, я у него спрашивала, ну, что ты хочешь делать на шаббат? Я говорю, я хочу гулять. Это вы шаббат. Нет, до шаббата. Он хочет гулять, все гуляют. Все гуляют, но все это как бы там, один мальчик гуляет. Все гуляют, я тоже хочу гулять, не хочу ничего делать. У мальчики сложнее, мне кажется, девочки они гуляют. Нет, девочки понятно. Девочки, да, они там хотят, что-то делать. Мальчики, может, ничего не надо делать, так сказать, что он хочет. Ему девять лет. Я думаю, что уже можно... Или принципиально, что он там будет что-то делать? Смотрите, я думаю, что я бы говорила немножко с другого направления. То есть, какое... Не ты обязан, а какая это великая честь делать что-то для шаббата. Как Бог это ценит, как величайшие мудрецы тратили свое время на то, что делали какие-то вещи перед шаббатом. Как это радует, когда каждый человек показывает, как он ждет шаббат и как он старается в это вложить. Я бы попробовала так. У меня был какой-то период, когда он приходил, буквально год назад закончился, приходил сам, говорит, мама, давай свой компот, я хочу тебе помочь. Он приходил, ему давал, он все делал. Потом, как-то, я не знаю, то ли прошло, то ли ему надоело. Я сейчас ничего не хочу. Я ему сказала, ну выбери, что ты хочешь. Он говорит, ладно, я буду жрать бумагу. Теперь бумагу он тоже. То есть, он четко показывает, что он не хочет. Это не разговор о подготовке к шаббату, а разговор о воспитании. Поэтому я сейчас не буду отвечать. Но я бы поискала, почему пропало желание. Потому что, когда желание и результаты поощряются, обычно дети, да, готовы продолжать. Готовы. Теперь с праздниками. Можно я что-то скажу? Когда у меня дети были маленькие, так я как бы, ну там, я старалась все, что можно приготовить, но все время как-то стол я накрывала уже там шаббат. Его раскрывала и накрывала уже после адвокатный рот. А теперь, как бы, мои дочки, кто-то, ну, я не знаю, там, знакомые ей сказали, что если заранее накрывать на стол, так это забывали оши руки. Ну, я не знаю. Так я теперь в емко-мище вечером работа. Как бы, я, ну, например, ухожу на работу, дома может быть вот так. Ну, то есть, я убираю, но это... Ну, это понятно. Вот. Еще есть куча, что нужно надо делать. Ну, как бы, я когда прихожу с работы в 9, все, как бы, весь салон блестит. Стол раскрыт, это бьем хамши-баларинка. И дочке, и сыну тоже важно, чтобы стол уже был раскрыт, сделать скатерть. Окей. Если... Может быть, еще ничего не готово, но стол уже... Очень красиво мы... Это как бы делает Аргашат Рубага. Дыхлэт, и это показывает, что мы ждем шаббата. И это наше уважение к шаббату. И я вообще, я действительно считаю, что то, что мы все... Смотрите, почему мы так стараемся? Мы принимаем очень дорогую гостью, шаббат Амалка, царицу шаббата. Так, чем... Каждый из нас в чем-то участвует в ее приеме, а так как это особый союз Всевышнего с еврейским народом, то мы изо всех сил демонстрируем, как мы стараемся принять. То... Теперь, что касается праздников. Значит, начну с истории, которую не выдумала. В этом году рожа жена — это два дня. В год, что рожа жена была три дня, то есть четверг-пятница, а потом шаббат сразу, в четверг в обед звонит мне женщина и с рыданиями говорит, скажите что-то моему мужу. Я говорю, а что нужно сказать вашему мужу? А говорит, он пришел домой полчаса назад, увидел, что ничего к празднику не готово, рассердился и теперь не готов мне помогать. Я, значит, я начала заикаться. Я говорю, что? Сейчас, час дня, эра в рожа шана на три дня, когда ничего не готова, она мне говорит, ну, можно же варить в праздник, что горело. Я развела руками, сказала, дорогая, я не могу убеждать вашего мужа, что это нормально, я тоже считаю, что это ненормально. Так? Так я согласна, в праздник действительно можно готовить, если осталось что-то, что я не успела, или это, большущее спасибо, или это существенно, чтобы это было свеженькое, так? Я могу понять зачем. Но, знаете, это, может, это не о праздниках, а о бюджете, но я помню, как мы с мужем когда-то хохотали. Мы в каком-то журнале, где учили, как построить семейный бюджет, прочитали историю. Как пора, говорит, что, в общем-то, мы с бюджетом справлялись, пока на нас вдруг свалилась бармицва сына. Так вот тут у нас бюджет, значит, провалился. Так мне ужасно интересно, как бармицва сваливается вдруг. Есть кто-то, кто не знает, что бармицва, это когда ребенку исполняется 13 лет, что на бармицву нужен и тфелин, нужен костюм, шляпа, не во всех кругах, но какая-то новая одежда, что это отмечается. Люди это услышали за пару недель до бармицва, она на них свалилась. Так вот, есть люди, на которых ежегодно вот так валятся праздники. Вдруг наступает Песах или вдруг наступает Роша-Шана, так? И люди начинают метаться, как белки в колесе, потому что вдруг на них свалились праздники. Так вот, женщина, если кто не знает, я готова рассказать, через три недели минус один день у нас Роша-Шана, чтобы никому не свалилась. Так? То есть, куда я веду? Точно так, как нужен список на каждый шаббат, перед праздниками нужен особый список. Что я имею в виду? Во-первых, покупки. Обычно к празднику покупки они не только продуктовые. Многие покупают какую-то новую одежду, многие хотят обновить что-то из посуды, многие едут кому-то нужен подарок и так далее. Окей. Составили список. Даже сейчас в магазинах совсем не скучно. Так? Перед праздником в магазинах убийство и ты заходишь купить девочке кешет лысая эту как по-русски? Как? Ободок. Ободок для волос хочешь купить, так? А тратишь время, как будто ты в супермаркете делаешь покупку продуктов на неделю, потому что очередь такая, что пробиться невозможно. Так вот, сесть, составить список. Собираюсь ли я что-то? Я обновляться, детям какую-то обновку купить, так? Какие-то мелочи, едем ли мы куда-то, нужен ли мне туда подарок какого типа? Понятно, что если я собираюсь приехать с букетом цветов, я его не рекомендую за три недели заранее покупать. Так, вот. Но все это продумано, записано и сделано в течение ближайшей недели десяти дней. Дальше. Праздники такое время, когда есть гости. гости, 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 или мы в гостях, или у нас гости. Теперь я обожаю, в кавычках, естественно, когда мне валятся на голову гости в последний момент, и не люблю никому делать то, что я сама терпеть не могу. потому что, когда тебе радостно звонят Моцей и Шаббат, можно ли к вам нарушить жена, которая будет в ее мрешон, так? Скажем, для меня, я хозяйка организованная, я уже на Шаббат буду варить часть вещей, которые я сразу же сниму и положу в холодильник, и нарушить жена тоже. Если вдруг сейчас на моем небе появится семья, которая очень хочет у нас гостить, значит, для меня это дополнительная незапланированная работа, это тяжело. Поэтому я очень рекомендую всем, кто собирается в гости, и все, кто ждет гостей, я знаю, что в этом отношении жены, они всегда народ негостеприимный и неприветливый, а мужья всегда гостеприимные, так, но заранее договориться с мужем, что, дорогой, ты кого-то хочешь позвать, сообщи мне об этом хотя бы за полнедели до праздников, так, и, пожалуйста, если это только не несчастный человек, который иначе останется голодный на улице, то не надо в последний момент мне радостно сообщать, а ты знаешь, я позвал тех-то и тех-то. Кстати, очень много ссор дома снимается, когда гостя договариваются заранее. То же самое, когда мы кому-то едем, то есть стоит спросить людей, хотя бы за неделю заранее, или им это подходит. Может быть, предложить какую-то свою помощь, что я часть еды привожу, или еще что-то возьму на себя. У меня один раз гостила семья, где она мне сказала, вы знаете, я вам не могу помочь с готовкой, я не уверена, что вы будете есть все, что мы едим, но давайте я вам привезу одноразовую посуду на весь праздник. Слушайте, такой подарок, так? Была колоссальная помощь, которая очень порадовалась. Теперь, по поводу одноразовой посуды, хочу сказать что-то. я в принципе человек, который очень любит в шаббат красиво серверованный стол, так? Но я говорю, что Роша-Жана это праздник, в который очень много времени мы проводим в синагоге за молитвой. И даже женщинам нужно вырваться над киот и хочется хоть немножко помолиться, все-таки просим на целый год вперед. Если у меня будет немножко меньше работы, и мне не нужно за всеми четырежды мыть посуду, так, то можно включить раз в год в состав своих расходов, я имею в виду, там, где есть деньги, я знаю людей, которые говорят, я каждый шаббат сервирую красивая одноразовая посуда, это моя помощь на шаббат, это мой отдых, у меня свободные эмоции шаббат. Но красивая одноразовая посуда это деньги, так, даже если я ее не покупаю по такой цене, что дешевле купить многоразовую сегодня, и такая одноразовая есть, так, но на праздники или когда у нас очень много гостей собираются, можно себе позволить, причем не обязательно самую дорогую, если я куплю двух цветов и салфетки будут каким-то вариантом этого, то оно будет и красивое, и не очень дорого, и мне, как женщине, сильно облегчит. Дальше. Когда я уже знаю, насколько народу нужно наготовить, давайте спланируем праздничное меню. Теперь, что у нас дома считается, так сказать, чем я порадую душу мужа, детей и гостей. Совершенно разные вещи могут быть, то есть детей явно не порадую никакими особенными блюдами, дети этого обычно не любят, так любят еду самую стандартную. И если я мама себе на все праздники, не только на роши, жена, а и на сук наготовлю котлет и шницели, то я обычно мясном с младшими детьми буду ругаться гораздо меньше. С младшими старше уже готовишь, вот вкусное попробовать и более необычное. А малыши обычно вкус у них очень однообразный. так теперь я могу так как жареные вещи в морозилке они невкусные, так я могу их доготовить до того момента, что надо дожарить, то есть котлеты уже лежат, готовый фарш уже даже значит уже даже сделала таким образом положила за пару часов до праздника вытащила и теперь либо в духовку, либо на сковородку, либо в соус какой-то. Так, шницели я помню у меня я неоднократно делала так уже побила в яйцо, в крошки, завернула в пергаментную бумагу, так чтобы они отделялись один от другого целый пакет. И можно я первое слышу с крошками только в пергаментной бумаге, чтобы не прилипали один к другому, так и силой завернуть пакет, чтобы влажность не заходила туда, то есть повыдавливать воздух насколько можно. Причем потом я могу снять столько шницелей, сколько мне нужно для этого мероприятия. Так, теперь взрослые, значит, во-первых, рожа жена это сладкий праздник, значит, очень принято какие-то сладкие блюда, так, можно добавку, мы в прошлый раз говорили тут рецепты всяких кугелей сладких, так, можно мясо сделать с фруктами сладкое, то есть и мясо, и птицу, мясо я в прошлый раз говорила, если я хочу пусть полежит в маринаде заранее, так, но сама подготовка с луком кинуть черный сухой, чернослив сухой, так, и изюм пусть тушится, добавили вино и кинамон, который придает корицу, корицу, которая придает такой сладковатый запах, и в этом мясо идет тушиться, это у нас нароше шана праздничное мясо, его ждут с большим аппетитом, соус получается необыкновенно вкусный, если вы к нему самое обычное пюре, или еще лучше белый рис сделали, без никаких добавок сверху полить этим уже достаточно вкусно. Теперь такое мясо прекрасно могу приготовить за неделю заранее и в морозилку. Перед праздником вынимается и все согревается. Теперь любители рыбы, бульона, всего такого прочего, на шаббат сготовили двойную или даже тройную порцию. Одну сняли в небольшой кастрюльке, оно осталось на платье, на шаббат. Две лежат, ничего не успеет испортиться, праздник воскресенье вечером, две лежат в холодильнике, даже морозилке не нужно. все необычное, что печем, что делаем какие-то вещи, давайте все заранее. У нас сейчас три недели, пирог стоит в морозилке, мясное лежит в морозилке, готово. Я вон видела и подумала про себя, вот кажется, пять минут, не пять, а двадцать, я это готовила. Курица запеченная в меду, так, значит, шефит израильская говорит, что все это можно сделать до запекания, то есть очень вкусный и очень простой соус мед, порошок супной для афкат-мараков, так, пару зубчиков чеснока и ложка горчицы. Во все это всем этим обильно смазали нашу курицу, так, и уже в готовой алюминиево, одноразовой формочке накрыто им не алюминиевая бумага, оно лежит в морозилке. Перед праздником вынули в духовку, теперь у меня, если я такое буду готовить, все захотят, чтобы там были картошка и ботаны, так, так я сделаю этого соуса побольше, выну, размораживать за часа за два до того, как я хочу запхнуть в духовку, так, посажу кого-то из детей или внуков чистить картошку и ботаты, крупными кусками туда, основного все уже готово, перемешала и в духовку. Картошка и ботаты в морозилке не стоят, даже не пробуйте, потом несъедобно абсолютно. Но все, что я сделала заранее, уже лежит. Теперь первое, что я себе должна в мозгах записать, что про рожа шана, что про сукот. Моцей шаббат, еще до того, как я мою посуду с шаббата, я запускаю постирать все вещи, никуда откладывать. В воскресенье вечером праздник. Разве что у меня столько одежды на шаббат для всех детей, что мне то, что в этот шаббат одевали, не важно, но большинство не миллионера, им это нужно. Значит, моцей шаббат начинается перед рожа шана с того, что стираем все, все, что нужно. Въем решен вечером рожа шана. Поэтому все покупки уже сделаны на шаббат. Все, что можно, уже сготовлено на шаббат. Что нельзя, сготовлено заранее. Моцей шаббат делается самая минимальная уборка. Вы знаете, у меня сейчас так не получается. Но, потому что та, которая у меня убирает, не может. Но мы когда-то с мужем решили, а зачем нам, собственно, говорят, что кто-то, я беру помощь для того, чтобы помыли полы в доме, туалеты и ванны. Зачем мне она перед шаббатом? Перед шаббатом быстренько я это сделаю. Основательно на всю неделю надо делать после шаббата. После того, как все любимые, дорогие детки потанцевали, смазали все руками и так далее. Так вот, женщина, в этот Моцей шаббат давайте сделаем минимум. То есть, как Юховед предложила, салон у нас будет чистый. Ну, в туалете и ванны чуть-чуть прошлись, в кухне вымыли посуду. Спальни даже не начинайте разбирать, будет еще два дня их переворачивать с головы до ног. Так? Теперь очень важно, что про шаббат, что про праздники. Поскольку еще летнее время. мы часто забываем, что, между прочим, в пятницу все голодные. А особенно голодные, потому что особо делать нечего. То есть, в будний день дети заняты до гораздо более позднего часа, играются дольше на улице, их домой не загонишь кушать обычно. Как доходит до пятницы, я не знаю, это какой-то пятничный голод в большинстве семей. Мама, а что еще можно покушать? Я голодная. Весьма возможно, что запахи в доме, весьма возможно, что скука. Так вот, самое простое, но чтобы это было. То есть, если у меня стоит кастрюля с кашей или с вареной, у меня есть невестка, которая начинает пятницу с того, что варит большущую кастрюлю вареной картошке. Голодающим после того, как что-то перехватили, предлагается взять еще кусочек картошки. Запхнулся, будь здоров. Так? Вот. Но что-то такое надо иметь и перед праздниками тоже. Теперь молитвы более продолжительные, чем в шаббат. То есть, надо сделать расчет, когда придут, значит, дети до такого часа часто не могут крутиться голодными. Очень может быть, что их нужно покормить отдельно или чем-то другим, или пусть дети поедят, а потом будет взрослая трапеза. Так? У нас дома я стараюсь обычно, значит, я стараюсь, учитывая мою замечательную фигуру, чтобы у нас было поменьше печеного. Так? А вот на шаббат тоже, потому что все-таки молитва сравнительно рано кончается. А на празднике она длинная, затяжная, особенно в рожь и жена. Если дома есть пирог со стаканом кофе для детей, молока или шоку, и что-то поели, мне уже будут меньше морочить голову. Очень рекомендую спечь или купить печеное в доме, где не успевают печь побольше обычно. надо. Так, теперь, после этого у нас Йом-Кипур. Когда я напоминаю, что едят не в Йом-Кипур, едят в Эре в Йом-Кипур, а значит, я не могу себе оставить готовку на Эре в Йом-Кипур, оно должно быть готово заранее, опять-таки. Теперь нужно продумать, что я делаю, потому что есть пища, которую перед постом не рекомендуют. Например, я думаю, что все знают, что в Сыудам, а в Сыкет не едят рыбу. Рыба вызывает очень сильную жажду. Мы всегда стараемся, чтобы у нас был арбуз перед постом. И как последнее, манах руна. Так, более легкую, более жидкую пищу, очень хорошо, какой-то суп или бульон перед праздником. Так, оно легко переваривается. эмоцииемки, к сожалению, говорю это без шуток, к сожалению, есть суда от митсва, то есть нужно съесть кусочек хлеба, так, или халы. Сколько людей едят после поста, это действительно зависит от их возможностей физических, но это суда от митсва, поэтому нотлимия даем. Обязательно есть мясное? Если могут, да, потому что это праздничная трапеза, если человек чувствует, что оно в него не лезет никакими силами, то... Мараков. Мараков это прекрасная штука. Я перед емки пуры варю бульон в астрономических количествах, и перед постом и после поста пища легкая, мясное поели, и оно не откладывается так тяжело ни перед постом, ни после поста. А если там еще немножко лапши или какие-то овощи плавают, так вообще замечательно. Уже полностью поели. Так, то... И после этого у нас целая неделя сукот. теперь женщины, я не знаю у кого и как сука, я всегда говорю, что для меня легче песок, чем сука, потому что песок я завишу от себя, а сукот я завишу от мужа, который ставит нашу суку, у нас огромная сука, на улице, так, и я с этой задачей справляться не могу. так я поэтому для себя решила и рекомендую любой женщине решить не надоедать на эту тему мужу, то есть я же не они лоха ехать бы сука, я не должна есть суке в праздник, будет или не будет, это не моя проблема, поэтому я не хожу за мужем и не говорю, ну ты уже поставил суку, ну ты уже сделал, ну ты уже поставил, потому что опять-таки у нас сейчас идет разговор о подготовке к празднику, а не о шломбайт, так, но я могу сказать одно, это я когда-то от своего брата, который раввин и психотерапевт слышал, он мне сказал, достаточно одного вопроса, ну ты уже собираешься спать, чтобы мужчина подсознательно себе нашел еще на два часа занятия, вот, мужчины терпеть не могут, когда им надоедать, поэтому что касается песоха, так у меня есть проблема, у всех у нас есть проблема, нельзя есть хамец, нужна отдельная еда, отдельная посуда, в сукоте прекрасно могу есть за столом, это в моем салоне, и это будет праздник, сука нужна кому-то другому, поэтому это его ответственность, чтобы она стояла, я готова помочь во всем, что нужно, но я не та, которая должна брать на себя за это ответственность, за что да, за все остальные подготовки к празднику, теперь, я знаю женщин, которые пытаются сразу наварить на неделю, я один раз перед посохом чуть не умирала, не знаю, от смеха, от удовольствия, от того, что плечами пожимала, значит, это израильтяне, но, значит, женщина говорит, что у нее перед песохом очень много, один из очень принятых в израильских семьях салатов на песох, это так как есть хазерет, так, то есть хрен, то делают свеклу с хреном, так, я тоже ее всегда делаю в больших количествах, большие количества, такая хорошая коробка у нас это любят, так вот, идет об этом разговор, и женщина говорит, что ей там нужно 20 или 30 килограмм свеклы, и говорю, что, так, у тебя семья, семь или восемь человек, вы что, одну, вместо мацот вы свеклу едите, нет, раз уж я вожусь с хреном, я готовлю на весь год, целых, я так на нее посмотрела и думаю, подумала, замечательное занятие перед песохом, стать и готовить салат на весь год, вот действительно нельзя найти другого развлечения, так? Если больше морозильник, это пусть будет даже промышленный, оно может стоять месяцами, он совершенно не портится, он абсолютно свежий, очень вкусный, даже терпкость эта сохраняется прекрасно, но мне больше неч заниматься перед песохом, только готовить свеклу на целый год вперед. А есть, кстати, много таких особенных осединок, я слышала. Так это не только свекла, разговор знакомый, значит, картофельные оладики, но если я жарю, я уже нажарю на весь песох, я извиняюсь, почему, как говорит по этому поводу мой муж, почему я должна непременно довести себя до истерики перед праздником и с лишними работами. Так вот, дорогие женщины, в холомоид можно готовить, и можно даже вот-вот оно время сфантазировать и попробовать какое-то необычное блюдо. Одно нет двадцать на обед в холомоид. Так, перед праздником я готовлюсь точно так же, как я сейчас говорила про Рошешана, только, во-первых, вещи уже куплены, еще на Рошешана одежду, значит, это с меня уже спало. Второе, у нас суккот это только один день праздник, значит, мне нужно не тро, а выпадает точно так же, то есть, воскресеньем вечером первый день. Мне нужно на шаббат не тральные, а двойные порции готовить. Так, стирку нужно сделать также в Моце и шаббат. Но есть вещи, подгладить нужно перед суккот, то, что я собираюсь одевать, и оно необходимо. Но вещи, которые не нужны, не горит, все равно никто из нас не будет сидеть ногу на ногу и наслаждаться облаками святыни в суке. Всем придется подняться, зайти на кухню и так далее. Так не будем убивать себя перед праздниками, оно совершенно лишнее. Есть такая счета, которые говорят, что перед праздником, перед Песном напашут, как я не знаю кто, а весь Песнг они отпихают. Я еще ни разу этой женщины не видела, потому что женщина, я вообще что-то скажу о религиозных легендах. Вот, например, есть такой замечательный стол, который фотографируют в детские Агадот про Песах. Белоснежная скатерть, все вокруг сидят в белоснежных рубашках. Сколько времени держится чистая скатерть и чистые рубашки на Песах? Сказать вам? Скажу ровно до косрешон, до первого бокала, потому что кто-то из детей на этом этапе переворачивает первый раз. Теперь с того момента, что можно литол едать на мацу, уже эта лужа наша начинает становиться черной, потому что крошки мацы туда попадают, оно все липнет и так далее. Так вот, это не то, что я не постараюсь накрыть стол чистой белой скатертью, не постараюсь, но то, что там эта фотография, которая не на песах делалась. Но это был пес. Так если мы что-то не успели, давайте не будем ради этого стреляться. Я опять, есть вещи, которые прекрасно могут лежать в морозилке очень долго. Если у меня вот сейчас, в эти недели, есть время каждый раз что-то сфантазировать, скажем, бурека с мясом или с начинкой из тунной, рыбной или мясной. Это слоеное тесто с начинкой может стоять готовым несколько недель. Вынули, потом поставили. Скажем, какие-то мясные блюда. Я, например, у меня дома очень любят эти мясные рулады. Так я не буду на каждый праздник варить одну отдельную руладочку. У меня есть большие кастрюли. В одной такой кастрюле было сварено 4-5 рулад и нарезаны на ломтики после того, как они остыли. Теперь я согреваю столько, сколько мне нужно. Так? Но это один и тот же процесс приготовления раз за раз. Но я не буду пытаться успеть все для будущей свободы, потому что она не существует. Все эти хозяйки себе напоминают, ну вот это стоит доделать, вот это еще хочется. И еще одно. Нужно четко и ясно поговорить с членами семьи, что дорогие, не надо тянуть из морозилки, это предназначено на праздники. Так? Потому что самое неприятное, одно из самых неприятных событий моей жизни было, когда у меня соседка оставила торты, которые она себе напекла на послерода, в коробках таких аккуратных. и значит они приходят это забрать. Я открываю и вижу, что коробки практически пустые. Выяснилось, что мои сокровища драгоценные. Нашли это в морозилке и так тянули оттуда по кусочку, они понятия не имели, что это чужое. С тех пор, во-первых, если мне кто-то что-то принес, я всегда оставляю на этом записку, что это чужое. Так? Как мы тогда оправдывались и как это было неловко, я предпочитаю не описывать. Во-вторых, еще один практический совет, который я забыла. В морозилке все выглядит одинаково, поэтому ко всему прилагается наклейка. Мясо на второй день рожешь она. Печеная на сукот. Так? Пирог для и так далее. Теперь я ищу наклейку и вынимаю то, что мне нужно с наклейкой. А не открываю сто коробок, не проверяю и не путаюсь. То вопросы нужно вопрос по полу трубашки. Очень важно, чтобы муж одел в глаженную рубашку. А в глаженную рубашку. Это зависит от того, насколько это мужу важно. Какая вам разница? Ну, как бы у меня просто все окно. То есть я сушу ее, вешаю, она аккуратно высыхает, потому что я не могу гладить. Я не люблю, это не важно, но я не могу по состоянию здоровья платить. Так если вы сразу развесили шелки, она потом практически не мятая. Он ходит в пиджаке и тоже это как не особо не В последнем времени все говорят, что как так, это как будет свыжни. Что глаженная рубашка перед свыжни? Он выглядит запущенным, ему делают какие-то замечания. есть женщины, у которых я знаю, как стирка выглядит, как будто корова ее хорошо пожевала, оно такое мятое изо всех сил. Мужчина, который зайдет в такой рубашке, на него действительно все будут озираться. Я знаю женщин, которые гладят воротничок и вот тут. Так, ну, а если их мокрыми вешать или я, например, кладу в сушилку и я никогда не сушу рубашки, если я не смогу немедленно развесить. даже на несколько минут, на 10 минут кладешь, потом вытаснешь на почтепках поглаживания. Я кладу даже на больше, но я вытаскиваю немедленно и немедленно развешиваю поглаживаю. Так? Нахуй. И он здесь, это то, чем мы закончим урок. Но если есть еще вопросы, то они до рецепта медовика ранен. где у меня дома, да, я могу, если кто-то позвонит, продиктовать сержана спокойно. Мне уже не раз было, что звонят и говорят с упором. Можно рецепт, я честное слово предпочитаю продиктовать рецепт, чем разбираться с чем-то семейными проблемами по телефону. Это гораздо более приятное занятие. Так что пожалуйста. густы.